Страх для раба, вот это как для Карлсона варенье, как для Зваровского стразы. Знаете, почему во всех странах газеты, телевидение запугивает население? А, чтоб рабов было больше. Потому что раба легче правильной дорогой гнать к правильной урне для правильного голосования. Он должен быть в страхе раб. В таком страхе, что боялся придавить блоху, потому что она легает. Странно, один человек отреагировал на это. То есть что-то свое в этом увидел такое. Рабы верят во все. Они верят в правильные выборы, что придет хороший дядя и накормит его обязательно. А потом прилетит счастливый метеорит и пенсия увеличится в мире. Они верят рабам, рабы всему, они не верят только в себя. Но они верят жирным диетологам. Больше чем жирным диетологам, они верят прыщавым косметологам. Там же, на Черном море в Крыму, иду по пляжу. Ко мне утром подходит врач. Хиропрактик. Это приличное слово. Ну, это типа мануалиста такого, да? И подходит такой человек, вот такой вот, вот такой вот. Он спины людям исправляет. И говорит, я хочу вас подлечить. У него даже рука вот так не поднимает. У меня есть проблемы со спиной, он прав, но я все-таки прямо стою, да, перед вами. Возраст есть возраст, но я все-таки не такой. Он мне говорит, я хочу вас подлечить. И у него, и говорит, у меня такая, у меня так много клиентуры, и верят ему. Я говорю, подлечишь? Да. Я говорю, я так же ходить буду, как ты. А ведь клиентура есть, вот из этих, и из рабов. Я газеты читаю наискось, по диагонали. И только для того, чтобы улыбнуться. Я не могу это всерьез воспринимать. Выписал несколько, да, еще я люблю, знаете, читать не сами статьи, а название заметок. Этого достаточно. Вот, пожалуйста. Несколько заметок, виденных мной недавно в разных газетах. Неизвестная плесень завоевывает метро. Это надо в Голливуд посылать. Они фильм снимут, как Брюс Вылес с рождая, с плесенью сражается. Вот тут я чуть не прослезился, вот эту статью прочитал. Колумбийский наркобарон, какая завязка, скончался в московской реанимации, я не могу, дайте договорить, скончался в московской реанимации из-за недоопохмелившегося русского водителя. Скажите, как это можно все воспринимать? Это только рабское мышление может позволить этому верить. Мне жалко, например, колумбийского наркобарона стало. Ну, пацан крутой был, нормально, выжил, во всех разборках мирового уровня участвовал. Подорвался на нашем пацане, который просто недопохмелился. Я считаю, что если бы была номинация за самое пугающее название в газете, вот этой статье надо было бы присвоить приз. В Москве-реке, летом была эта статья, в Москве-реке, может, многие помнят, из-за жары появились пираньи. Уже триллер. И они съели упавшего от солнечного удара с моста гаишника с палкой, фуражкой и взятками. Вот поэтому задача политиков, олигархов, напугать как можно больше людей, чтобы как можно больше было на свете рабов. Я вам должен сказать, что...